Reels это для них. Для тех, что сотрут нас с лица земли. Хотя чаще глядя на Reels в фейсбук, ну или если по науке в мета, мне кажется, что не сотрут. В любом случае нет каналов распространения, которыми стоит пренебрегать. Если вы не боитесь двадцаточки за контакт с экстремистами, шутка, Reels в фейсбук вполне можно и нужно использовать. Смотреть ролики не советую, сразу переходите к созданию. Можно выбрать какие-то фоточки или видео из галереи. Либо записать живое обращение, то есть нажимаем камеру. К галереи мы еще вернемся. Так, это я. И что нам может понадобиться при записи видео? Во-первых, эффекты. Вот такие вот, ну назовем их эффекты. Ладно про эффекты потом. Еще нам может понадобиться таймер. Ну вот это удобно. Хронометраж Reels не более 60 секунд. Соответственно, можете выставить таймер на все 60 секунд или на какой-то промежуток и не выйдете за рамки. Хотя может и не нужна эта вещь, поскольку потом на монтаже вы можете все лишнее отрезать. Таймер же вам такой возможности не даст, поскольку запись автоматически выключится, даже не предупредив, что собирается выключаться. Ролик записали, соответственно, можно его пересмотреть и обрезать все лишнее. То, о чем я говорил. Как сначала, так и с конца. Ну и переходим к главной фишке Reels — монтаж ролика. Те, кто не сталкивались никогда с монтажем видео, вполне могут залипнуть здесь и сделать что-то, что отдаленно это видео напоминает. Особенно дотошные даже могут смонтировать тут полноценный 60-секундный клип. Хотя это как забивать микроскопом гвозди. Точнее наоборот. Ну вы поняли. Добавляем в клип заранее отснятое видео и переходим в редактирование. Собственно, это монтажный стол, где отснятые нами ролики собраны в последовательность. Наверху что-то похожее на таймлайн, внизу составные части. Правильно называть их кадрами. То есть мы отсняли два кадра. Нажав и удерживая кадр, вы можете переместить его вперед или назад, изменив порядок. Ну то есть сейчас в начале я, а теперь в начале мой стол. А нажав на кадр, вы можете его отредактировать. Например, подрезав с начала или с конца. Не забывайте нажимать готово. Нажав на плюс, вы добавляете следующий кадр. И давайте сюда уже мы добавим эффект. Ну вот такой вот, например, с тигром. Нажимаете, пошла запись. Говорите. Выключаете. Вот у нас уже три кадра. Соответственно последовательность нужно поменять. Будет прямо кино. Человек говорит, потом показывают его стол, потом он опять говорит. И здесь я запнулся, поэтому возьмем не весь кадр, а вырежем отсюда кусок. Примерно вот отсюда. Даже отсюда. Все. Давайте добавим еще, например, фоток. Фото горизонтальное, а Reels у нас вертикальный. Соответственно откадрируем, просто растянув его во весь экран. Вот так. И сделаем покороче. Например, двухсекундным. И добавим еще фотку. Вот это прикольная штука. В Клайпеде такая скульптура на берегу, там где паром на косу. И ее тоже сделаем покороче. Ну и в целом клип готов. Тут еще есть такие цыганские приколы типа стикеров. Это на любителя. И еще есть возможность сохранить готовый ролик. Если вы хотите использовать его не в Reels, а где-то еще. А, ну и есть текст. Есть по нему какое-то количество настроек, а также есть возможность держать текст не весь ролик, а строго определенное время. Выставляете начало и конец. И он соответственно только в этом месте и появится. Но я всякие такие штуки не очень люблю. Особенно стикеры. Поэтому давайте мы их удалим. Последнее это добавить музыку. Ну и вообще работать со звуком. Сначала добавим музыку. Тут есть какое-то количество бесплатных треков. Не идеальных, но бесплатных. Имейте в виду, что авторское право в YouTube и Facebook вещь суровая. Поэтому используйте только легальную музыку. А кликнув повторно на аудиодорожку у нас даже появится какое-то подобие аудиомикшера. По крайней мере они так это назвали. То есть можно, например, сделать саундтрек потише, а исходный звук ролика вообще выключить. Или добавить озвучание. То есть добавить закадровый текст или какие-то звучки. Бам, хлоп и так далее. Курсор показывает, где вы находитесь. Нажимаете записать. Записывайте. Но вообще попасть в звук, конечно, сложно, если вы хотите с точностью до секунды. Ну то есть дублировать как в кино тут не получится. Ну и собственно, когда ролик готов, вы нажимаете далее. Добавляете описание. Выбираете, кто его увидит и происходит загрузка видеорелс. После загрузки оно появится у вас на канале. Что добавить? Сам по себе инструмент удобный. Особенно для тех, кому лень разбираться с монтажными программами. А вот содержание, тот контент, который представлен в Reels, это что-то с чем-то. Ну вообще лично я совершенно не понимаю, что это такое. Опять же, если это именно та молодая шпана, то я, наверное, лучше сотрусь сам. От них не дождешься. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.